Всем тихой ночи! Когда-то на этом канале вышло чтение объекта SCP-921, если кратко эта пещера, которая служит своеобразным музеем, только вместо экспонатов там находятся воспоминания о некоторых событиях мира SCP. Там есть основание фонда и появление повстанцев хаоса и даже битвы между неуязвимой рептилией SCP-076 Авелем, целая пещера, служащая памятью всей вселенной фонда, а внутри нее лежит отдельная сущность, голос, который дает комментарий к экспонатам этого необычного музея. Также в том видео после объекта идет чтение рассказа под названием «Дыхание пульс кровь хребет», из которого мы узнаем историю ученого фонда, исследовавшего SCP-921 и открывшего, что этот экскурсовод не так уж и прост, вернее то, что он там не один, а экспонаты комментируют 4 отдельных существа, собственно дыхание, пульс, кровь и хребет, 4 нематериальные личности, каждая из которых предпочитает воспоминания определенной направленности. Казалось бы, аномальному музею аномальный экскурсовод, чего тут такого? Ну не все так просто, оказалось, что тут есть скрытая сюжетная линия, проходящая через несколько объектов и рассказов, и такие вещи на сайте, как по мне, находить даже интереснее, чем читать хабы, в которых все истории явно связаны. Однажды боец одной мог фонда находился в отпуске, и к нему в гостинице подошел человек в серой одежде. Это, кстати, был сам Никто, известное фонду существо неопределенной природы, которое любит вмешиваться в разные события. Никто дал моговцу красивый резной камень, на котором была изображена сцена из греческой мифологии, где Александр Великий разрубает гордиев узел. Боец мог и решил поймать никто, что ему не удалось. Зато полученный камень оказался вполне себе аномальным предметом, теперь известным как SCP-1880. Если этот камень возьмет в руки человек старше 20 лет, он получит возможность общаться с неким голосом, которое отчетливо слышно на небольшом расстоянии от камня. Из нескольких диалогов с предметом стало понятно, что голос принадлежит не одной сущности, а как минимум четырем разным, и все они знают о прошлом их собеседника. Эти четыре личности довольно очевидно являются тем же самым голосом из пещеры памяти SCP-921. Возможно, даже сам SCP-1880 это просто предмет, когда-то вынесенный из 921 объекта. Всегда забавно находить такие взаимосвязи, но изучая документы SCP, я нашел еще более странную вещь. Однажды полевые агенты фонда начали получать сообщения о том, что в некоем городке орудует убийца, который душит своих жертв цепями. И если бы только это, наверное, тут была бы работа для обычной полиции. Вот только по сообщениям очевидцев, сам убийца как будто бы целиком состоял из цепей, которые отделялись от него и впивались в тело жертвы, вытесняя из ее тела живые ткани и превращая несчастного в свое подобие, в нового монстра из цепей, перемешку с ошметками плоти. Жутковатая штука, если подумать. Тварь оказалась очень хитрая, умела в деле маскировки. Монстр прятался от SCP больше пяти лет, но в итоге был найден и захвачен оперативной группой фонда. Когда чудовище попало в руки ученым SCP, оказалось, что оно вполне разумно и может отвечать на вопросы. А это значит, что его возможно допросить. Допрашивать аномальных существ, это, кстати, любимое занятие фонда. Существо, теперь обозначенное как SCP-1770, назвалось как создатель цепей и объяснилось, что убивает людей ради искусства и подчиняется воле другой сущности, называемой просто она. И она подозрительно похожа на одну из личностей голоса из SCP-921, то, что собирает воспоминания, связанные с искусством, и зовется кровь. В общем, голос из SCP-921 оказался не просто безобидным экскурсоводом по воспоминаниям, ему подчинялись и некоторые монстры. Хотя в данном случае связь между чудищем и сцепей и голосом была разорвана, и особенно ничего узнать не удалось. Этот факт заставил фонд SCP изучать объект максимально внимательно, и профессор Чарльз Бороус, который, к слову, тогда был членом Совета О-5, решил докопаться до истинной сущности голоса в пещере, как бы в насмешку над ним, тот самый голос, назвавшийся Пульсом, аспектом власти. Сам решил рассказать Чарльзу несколько тайн самого фонда SCP и тех объектов, что он содержит, а под конец экскурсии по Зоне-27 даже устроил нарушение условий содержания, только для того, чтобы показать, что фонд на самом деле ничего не контролирует. Таким образом, могущественный советник из О-5 узнал лишь некоторые секреты его подчиненных, места, где он работает, объектов, которые содержат, и ничего о загадочном голосе. Но после этого приключения сам Чарльз Бороус уже никогда не будет прежним, ведь теперь голос по имени Пульс, теперь всегда с ним. Разгадать тайну голоса желал не только фонд, но и уже упомянутый никто, для чего серый человек полностью отдался воле одного из аспектов, говорящего под названием Дыхание Мира. Дыхание Мира было аспектом тайн, и ведомый им никто отдал оперативнику фонда предмет SCP-1880. Затем никто отправился в Иранскую пустыню, где стал свидетелем того, как фонд и другая организация из мира SCP под названием Ксир борются за контроль над очередным аномальным объектом. Посреди пустыни подобно миражу стояла старинная дверь, войдя в которую взору представал огромный зал с древним саркофагом. Там религиозные фанатики из Ксира и оперативники мог SCP устроили настоящую битву за обладание сокровищами этого места. В этом эпизоде, кстати, показан интересный момент, что бойцы Ксир, используя особые талисманы, могут покупать у джинов в пустыне разные мистические силы в обмен на время своей жизни. За счет этих сил они чуть не победили мог фонда, потому что внезапно магия джинов оказалась круче гранат и даже боевых дронов SCP. Но ведомый дыханием серый человек переломил ход битвы, да так, что победу одержали люди из SCP. При этом целью никто оказался не тот SCP-объект, за который шла драка, а сам талисман джинов. Его использовал один из воинов Ксир. При помощи этого талисмана никто переместился в мир пустынных духов, а вместе с собой пустил туда и дыхание, которое забрало у древних джинов все их тайные сокровища. В общем, голос из пещеры, кажется, использовал самого никто в своих целях, что достаточно иронично, потому что никто это персонаж мира SCP, известный своей максимальной независимостью и нейтральностью. Хотя возможно ли сказать, что здесь кто-то кого-то использовал? Ведь никто и дыхание мира в итоге стали одним целым. Следующая короткая история повествует о художнике из объединения аномальных художников «Теперь все путем», который забрался в пещеру, ту, что SCP-921, и там с ним заговорил тот аспект голоса, который кровь. Кровь и этот художник сошлись в своих взглядах. И ТВПшник был наделен огромными силами. И похоже, именно в этот момент SCP-1770, хозяин цепей, лишился своей связи с ней. Короче, нашла себе другого. Теперь по миру SCP ходит художник, обладающий поистине огромными мистическими силами, ведомый голосом по имени Кровь. После всего этого идет уже та самая история, которую я читал вместе с объектом «Дыхание, пульс, кровь, хребет». Если кто не смотрел, ссылка есть в описании. История длинная и интересная, тем более с таким-то контекстом. В ней ученые фонда SCP желают докопаться до всех тайн пещеры с голосами, забрался в нее так далеко, как не забирался ни один человек до него. Он дошел до самого конца и познакомился там с последним аспектом, под названием «Хребет». Как и во всех предыдущих случаях, в результате этих приключений, описанных в рассказе, человек и голос слились в одно целое. Из пещеры в итоге вышел ученый SCP, знающий все истории мира. В общем, все четыре аспекта голоса вышли в мир. Пульс вместе с одним из советников О5, дыхание вместе с никто, кровь с художником СТВП и хребет в ученом SCP. Финалом этой истории является SCP-2710, который, кстати, в руфилиале сильно заминусовали, потому что не читали всех предшествующих рассказов. А если бы читали, они бы поняли, что объект SCP-2710 — это не нагромождение бреда, а спор голоса Пульс, живущего в О5-3 и некоего существа, влезшего в базу данных SCP. Просто свой спор они решили устроить прямо в файле объекта. Кстати, вторым спорящим существом был пророк-олень, про которого тоже есть скрытая сюжетная линия на сайте, но об этом как-нибудь потом. Такая вот занятная история, которую можно заметить только если достаточно внимательно читать объекты и рассказы на сайте SCP. Всем пока!